Фёдор – пчеловод четвёртом поколении. Дело ведёт по традициям дедов. Собирает мёд на переездной пасеке. На каком лугу цветение, там и привал. Спит прямо на ульях. Когда ложишься на ульях, снижается артериальное давление. Ну, восстанавливается. Если, допустим, повышенное давление, полчаса на ульях полежал, и давление восстанавливается. Начиная с весны я сплю на пасеке постоянно. И прекрасно себя чувствую. Поправить здоровье можно на любой пасеке, говорят пчеловоды. Целебные свойства есть в любом пчелопродукте. Даже вредители приносят пользу. Эликсир из личинок воскового моля лечит от туберкулёза, уверяют пасечники. Отставляем отдельно ульей пустой без пчёл. Туда старые соты ставим. Она сама там заводится. Она заводится потом в определённый срок её развития. Мы эти личинки изымаем, заливаем своим спиртом. И получается экстракт личинок восковой моли. Спиртовая вытяжка по-научному. Ярмарка пестрит разнообразием мёда, воска и настоек. Гречневый сотовый в среднем по 70 гривен за килограмм. Липовый немного дороже из-за плохого урожая в этом году. Литр медового вина около 50. Правда, пчеловоды сетуют. Цены приходится занижать. Человеку лучше купить кусок хлеба, чем банку мёда. Или колбаски, или мясо попробовать. И то не всем же это дано в настоящее время. Поэтому цены на мёд как таковой нет. Мировые цены намного выше, чем у нас. Ярмарка продлится до 19 августа. Продавцы зазывают прицениться и попробовать. Только медовухи здесь больше 20 видов. На колене боярышники о винограде и травах. Ирина Антонюк, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».